9 февраля около 17 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что по федеральной автодороге М7 «Волга» в направлении города Москва движется автомобиль «Шкода Рапид», водитель которого не выполнил требования сотрудников полиции об остановке трассы средства. Выехал на встречную полосу движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Для задержания данного трассы средства дежурной частью были ориентированы на ряды дорожной патрульной службы. По ходу движения транспортного средства водитель допускал столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств или огнестрельного оружия было невозможно в условиях плотного транспортного потока. С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции проникнуть в салон транспортного средства водитель резко возобновил движение. В 17.45 на 150-м километре автодороги М7 «Волга» данный автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался житель города Волгограда 1990 года рождения, со слов работающим водителем такси. В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также ранее был лишен прав управления транспортным средством. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не установлено. Причина опасного поведения задержанного устанавливается. В результате действий водителя четыре транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. По данному факту руководством ОМВД России по Владимирской области принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудникам полиции.